Сегодня в выпуске узнаем, как обогреть загородный дом, да не просто обогреть, а сделать это с помощью теплого плова. И сделаем мы это на примере системы отопления, построенной на базе электрокотла STEN WPM12. Монтаж электрического котла и системы отопления не такой сложный, как для твердотопливного котла. И, конечно же, не сопоставим по затратам. Поэтому для тех, кто редко бывает загородный дом, можно использовать как раз такой вариант. Он еще удобен тем, что к этому котлу можно дополнительно прикрутить модуль управления с таким расчетом, чтобы управлять котлом дистанционно. Вся обвязка электрокотла не занимает много места. Здесь смонтирована, пожалуй, самая простая система теплого пола. Нет ни гидрострелки, ни трехходового клапана, ни доп. насоса. Основной и единственный насос системы подключен к обратке. К котлу, да и остальной системе абсолютно все равно. В подающей или обратной ветке стоит насос. Имеет значение лишь его пропускная способность и правильная ориентация ротора. В данной системе нет байпаса. Она изначально задумывалась как принудительная и предполагалось, что она не сможет работать при отключении электричества в любом случае. В системе теплого пола теплоноситель не сможет циркулировать без насоса. Кстати, возможностями насоса определяется и максимальная длина одной петли теплого пола. В систему отопления теплым полом могут быть включены десятки петель, но так как площадь дома чуть более 100 квадратов, то в данном случае петли всего 4. Они подключены к коллекторному блоку с расходомерами и балансировочными клапанами. Важная задача при проектировании и запуске системы – отбалансировать ее. Клапанами выравниваются перепады давления в петлях. Если балансировки не производить, то основной поток теплоносителя пойдет по самой короткой петле, а требуемый расход в остальных петлях не будет обеспечен. Но вернемся к основе системы отопления – котлу. Система простая, котел установлен тоже довольно простой, но от этого не менее эффективный и безопасный. Стэн 12 рассчитан на отопление до 120 квадратных метров. Оснащен механическим терморегулятором и имеет двухступенчатую регулировку мощности. В плюсы конструкции запишем использование тихих силовых реле. Бак котла, в котором установлен ТЭН, теплоизолирован и рассчитан на рабочее давление до 3 атмосфер. Подключение котла к электричеству трехфазное, непосредственно к силовому щитку. Никаких розеток с вилками. В котле также предусмотрена возможность подключения насоса. Линейка котлов с ТЭН ВПМ довольно большая. В ней 5 мощностей – 3, 6, 7,5, 9 и, как в нашем случае, 12-киловаттный котел. Мощность электрического котла рассчитывается точно так же, как и мощность твердотопленного котла. Примерно 1 кВт для отопления 10 квадратных метров при высоте потолка 2,40. Конечно, остальные элементы системы отопления, такие как насос, расширительный бак, рассчитываются строго под конкретные условия. Расширительный бак – тоже важный элемент системы отопления. Нужен он для компенсации теплового расширения теплоносителя при его нагреве. Рассчитывается объем строго индивидуально в каждом случае. Предохранительный клапан является обязательной частью любой системы, работающей под высоким давлением. Это недорогой и надежный элемент. Здесь установлен обычный предохранительный клапан с манометром. В систему также включен редуктор для автоматической подпитки отопительного контура. Даже в качественно спроектированной системе отопления носитель тепла может менять свой объем. Например, это происходит при стравливании воздуха или сброса лишнего давления предохранительным клапаном. Ну вот мы убедились, что отопление загородного дома с помощью электричества не такое уж сложное дело. Главное – подобрать надежный источник тепла, правильно рассчитать систему, скомплектовать ее и смонтировать. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, заходите к нам в магазины Форнакс, заходите на сайт форнакс.ру. На сайте подобрать котел вы можете как самостоятельно, так и с помощью помощника. Обращайтесь, ждем вас гости. До встречи. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok